Девушки отдыхают Была, но она была дырявая Хорошо, а теперь про Москву Это хорошая рассказа Москва, комфортная среда Все дорожки, елочки Украшения, декорации Тепло, уютно, сыто, довольно Но вот Весы жизни они как бы расстались Вы скажите вам с кем-нибудь? А, еще сюда Я же там 30 лет живу Кресло надо убрать Это родная среда Да, но она стала Получается токсичной 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 в смысле и химической И в химическом в том числе Так, сейчас сюда А это же взаимосвязано В здоровом теле, здоровый дух В токсичном теле Так, один сутик Поставьте, Света Я был один раз там Спрашивал И наспрашивался На какой-то клуб Литературный клуб Спасибо Спасибо Вот Захожу Оно сделано в виде подвала При входе Какой-то киоск А вот Ты не знаешь Там сидят Ну по-разному По-разному Сидят литературы Я к этой киоскетке говорю Сколько надо взять пива Чтобы вписаться в литературу Они говорят Три Я говорю Ну давайте четыре Тебе не сказали ты столько пива не выплешь И так здорово получилось Действительно цифра Цифра оптимальная Я вписался с первого слова Оказался в обществе Ну и как-то на раз И мне при расставании Как это у них принято Подарили свои книжки Каждой Ну в общем то Есть что вспомнить А там у нас что обычно Красная площадь И что там Красная площадь У нас тоже есть Красная площадь Да Действительно Хорошо Луиза кто не пришел? А подойдет Сказала Я думала Так Вот у нас Я не знаю как А вот А место есть Не знаю Конкуренция Вам сразу уже А вот как Нет Ты будешь и там сидеть А Луиза здесь сядет Ну да Конечно Конечно Вот Откуда Съемка Съемка идет Откуда Съемка Откуда Да Так ну поскольку все молчат Я позволю Я начну И ты Давай позволишь Можно Значит Просто Есть некие правила Стандарты И правила Это Клуба Которые нельзя нарушать Значит Я еще раз напоминаю Для всех Одно из правил Это то что говорится Внутри круга Мы не выносим И где-то там Не рассказываем Кому нужно Могут зайти Там В записи В ютюбе У Александра На блоге Можно посмотреть Вот Но Лишнего не нужно Говорить Потому что Это Некоторых членов Клуба Ну напрягает Мягко говоря Вот Ну и мы начинаем Какую сторону Я бы хотел просто узнать Может там Чего-то там Кого-то касается А то может Я что-то там Террористы и прочие Ну Если ты Прочтешь комментарии На себя То ты Что-то увидишь Тоже Про себя хорошее Новое Что-то узнаешь Чего-то никогда не Он читает На комментарии там Ничего непонятного Эти комментарии Ну конечно На них можно не обращать Внимание Но можно и обращать Это как бы Личное дело Итак мы начинаем Сегодняшнюю встречу У нас сегодня Какой Александр Ты всегда Двенадцатое Двенадцатое Да Хорошее число Сакраментальное Двенадцать Двенадцатого января Две тысячи восемнадцатого года Мы продолжаем Наши встречи Клуба Позитивного общения Вот Ну и Еще Раз Каждый Напоминаю Что каждый Когда Начинает говорить Назовите для начала Свое имя Вот По кругу И Несколько слов о себе О своем состоянии Самочувствии О своих ожиданиях И о чем хотели бы поговорить Вот Алексей Начнем с тебя И пойдем по кругу Меня зовут Алексей Я не так давно Вернулся из Москвы Можно сказать Уже в родные Пенаты У меня тут не было год За год хочу Констатировать Что город сильно изменился Как и Москва Когда вот туда Возвращаешься Там не был полгода Возвращаешься Надо по-новому Узнавать где какое кафе Потому что Волна Суеты Этого мира Сметает все То же самое Напа Я смотрю Застроилась уже практически У всех Вошел В зону Анапы Поэтому приятно Наблюдать Развитие города Статистическое Вот И Настроение Отличное Канон Нового Старого года Переводчики Кстати Говорят Очень тяжело Иностранцам Объяснять Вот этот вот Коломбу Старый Новый Год То же самое Как знаете Фразу Все никак Руки не доходят Пойти посмотреть То кино Если эту фразу Попытаться перевести Калькой на английский язык То Ну как бы Как звучит на английском Да То есть Руки никак не доходят Пойти посмотреть кино Ну А как по-английски это будет звучать Ну если буквально Калька Не переводится Да Это как знаете Был случай Короче Хрущев Любил же говорить Кузькину мать И вот я вам покажу Кузькину мать И Переводчик один Стал это буквально Переводить Американцам Вот Они никак не могли понять О чем Они перевели Мать Кузьмы Ну да Он вам покажет Мать Кузьмы Она очень Она очень Грозная Мама Речь шла Про ядерную оружие Да Вот Ну то есть Такая история Поэтому конечно же Наливайте себе чай И все так вот Поэтому такие события В жизни Старый Новый Год Или там вообще События в жизни Когда вот Что-то меняется Даже Будто какие-то там Каламбура Мне кажется они Прискрашивают жизнь И Надо уметь впитывать Наверное Уметь Обращать внимание на это Ну А о чем хотелось Сегодня поговорить О Каламбурах Давайте по ходу Посмотрим А потом Да Может быть Что В другую сторону поехали? Мы Идем Против солнца Против солнца О себе О себе Значит О настроении О ситуации Пока ты не начал Пока ты не начал Кому Какао Натуральный какао Просто На миду Абсолютно Потрясно По рецепту Алексея Ну Хорошо Просто чтобы никого не перебивать А теперь можно Хорошо То есть о себе Для тебя Потому что Все остальные меня уже знают Ну Ну Не Пока не Сразу признаюсь Я американец Я заслан Вот Вот Ты засланец Засланец Да Не американец Засланец Вот И Меня так сказать Заслали Чтобы Разлагать тут всех И А я думаю Что мешает нашему Наконец-то мы тебя рассекретили Я До меня дошли слухи такие Те же слухи Земля слуха не помнит До меня такие слухи дошли Что я засланный И Я не знаю откуда Источник Я знаю откуда А то есть тебе это Мне Через десятые Там То есть ты не знал об этом А мне тебе объяснили Я не знал Но мне объяснили Теперь я знаю свой статус Это назначение Вот И В принципе С этим можно жить Понимаешь Засланец Это еще не засранец Понимаешь Поэтому Не звучит так То есть еще Можно стерпеть Да Можно терпеть Вот Я это самое Я в Анапе год Значит Уже больше чуть-чуть года И Ну что еще Я одинок Милый Вот Я одинок То есть ты Ширшаляпам Что ты не находишься Вот Но Так сказать Чувствую себя очень комфортно Я здесь познакомился с людьми В смысле Очень много москвичей Очень много симпатичных людей Вот С которыми можно общаться И В принципе Меня она Пока устраивает Вот И Во всех отношениях Я комфортно здесь себя чувствую Я приехал на велосипеде Ну не из Америки А из дома А вот У меня здесь квартира есть Зачем ты это сказал? Я тебя женщину встретил Она на велике С прицепом Приехала из Москвы Можете я представить? Вот Вы Это Это нечто Да Это было что-то такое Это подвиг Я даже ее домой пригласил на чай И угостил сигаретами А она не курит? Она курила Да У меня почему-то пачка сигарет кто-то Или оставил Или как она Отказала Не думала Короче В общем такая интересная личница Она там Ну целая история Ладно Не о ней сейчас Вот когда я ее встречу В очередной раз Я ее сюда приглашу Ну и все Ты просто будешь Вот так я это Познакомился с Сашей Потом С Алексеем Потом С Светой Потом Нет Сначала Не хочется пачкать Потом И Ну давай попусть Немножко Сейчас не хочется Не перебивай Мы очень быстро Так сказать Находим общий язык Здесь Пока Вот Нет таких сильных разногласий Но Кстати Хочу сказать Что А почему Тебе Приветствуем Ты кому говоришь Тебе хочу сказать Вот Именно Я ему представляю Все остальные меня знают А И Значит Что я еще хотел сказать Ну Welcome To our club О том что О том что И мы Это самое Мы рады Может быть Все таки Мы как-то Раздвижемся И поставим Еще одно кресло Есть предложение Раздвинуться И поставить еще одно кресло Да Вот между вами Да Возле Нет Двух женщин Рядом нельзя Только Две женщины Нет Пусть рядом Хорошо Почему нельзя По правилам Ничего Мы не против собственно говоря Да Да Лучше Так комфортнее Чай Нет Пока Спасибо Спасибо Ну все Передаю Так кто Вопросы Следующий вопрос Потом вернемся Велосипед с прицепом Это интересно Да Велосипед с мотором Как инженера Пиши что это Ну это Впереди велосипеда Сзади прицеп Как обычно А моторчик где стоит Какой мотор Нет Есть специально Да Продаются такие прицепы Специальная сцепка Достаточно много Берет веса на себя Поэтому То есть То есть У нее Колеса два Стоят вот так Нет Ну она Обычный велосипед И специальная сцепка И там прицеп двухколесный Прицеп на двухколесах Понимаешь Я думал что Люди Ну перевозят вещи крупные Ну переезжая там Из квартиры на квартиру Значит У нее такой Знаешь Как прицеп маленький А барахла там Как бы много И я думаю Куда она едет Это самое И потом мне прицеп понравился Я хочу Его не тушит Да Я говорю Сделали прицеп Она говорит В Москве Ну Я говорю Далековато Ну она говорит А я приехала Вот с ним Из Москвы Она назад поедет тоже с прицепом или это Назад Она не собирается Она убежала Как-то так получается Люди сюда Когда приезжают И отсюда Очень трудно Да А какие она Вещи посчитала взять Необходимо из Москвы Ну я вещи не пересматривал Я не успел Мне просто интересна психология человека Который поехал на велосипеде Что она посчитала Нужным с собой взять Нет? Ну что может с собой взять Женщина Да Спортсменка Это особенная женщина Обычная женщина Не поедет на велосипеде Из Москвы Ну я В принципе Я много с ней не разговаривал Я пытался ее там Чаем отогреть И Ты ее на улице прямо подобрал? Надо было интервью взять с камеры Чуть-чуть хотя бы Как интересно Я хотел А потом Как-то думаю Ну неудобно Я думаю Она готова Дальше поехала Или осталась? Я не осталась Нет Если бы она осталась Где-то Она бы Была приглашена сюда Я буду всех Женщин Которых встречаю Оставлять у себя Тогда Это будет гарем Нет У нее планы Это какие? Дальше ехать? Нет Я ее видел Она мелькала По Анапе мелькала На том же велосипеде Раз промелькнул Пожалуйста С тем же прицепом С тем же прицепом Ну я тоже мелькал Я тоже на велосипеде Так что Как-то Алексей А ты тоже на велосипеде приехал? Ну И он на велосипеде приехал сегодня Здоровый образ жизни Да Правильно Причем Дима тоже любитель велопрогулок И я тоже Но у тебя тоже есть велосипед Смотрите Это показатель между прочим Кто не курит между прочим Да Вообще Кстати я вчера вечером как раз думала Где бы тут Прокат велосипед взять? Смотрите А лучше купить Гораздо дешевле купить Да Да Конечно есть Да Я знал что он кому-то понадобится И он такой Вот именно женский Без этой Без рамы Без рамы Женский 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 да Именно женский Да Так он и называешь Велосипедный прицеп Прицеп на велосипеде Да Ну да Прицеп на велосипеде А чьи производят? Беларусь производит Я знаю точно Китай Обязательно Китай Да Все сейчас Производит Я не видел здесь Их в продаже Но лучше купить Без рамы Что она брала Она брала то На чем спят И чем укрываются То есть там была палатка Я думаю Что-то в какой-то Да Раскладной Что-то такое Спальное Вот И скорее всего Какая-то Встреча будет Что брала она с собой А их тоже Уже Нельзя Михаила Ивановича Перебивать Почему? Потому что он может Тебя например Остановить А его Боюсь Позвари какой он шкаф Давайте Давайте Вы следуете Нет Швета А мы потом Просто следуем Да А ты Все скажут И так и не поймешь Да Интересно О О О Ирина 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 здесь сядет Ладно Ажиотаж Скоро будет Не потолкнуться Так Ну давай Ну тогда Немножко Вот сюда Вот так Ирина Если здесь Здесь будет удобно? А все Решили Да Как бы там камера захватила Нормально Все захватывает Всех Ну в общем мы говорим о своем состоянии О своих ожиданиях Что может быть за эту неделю праздники были произошло Интересного Необычного И о чем хотели бы сегодня поговорить Но начали Ну как бы Что на поверхности Вот Можно говорить обо всем Собственно Поэтому Я вижу У нас Такой Демократичный клуб Мы откликаемся Просто на все На велосипеды На коляски Света Всем здравствуйте Меня зовут Светлана И я пришла для того чтобы просто со всеми встретиться И попреседовать Вот так сладкостью Который здесь обычно присутствует Какой-то темы Навалившей у меня нет сегодня Ну просто вот действительно Я понимаю что когда ты приходишь До меня лично да Это эффект Какого-то переключения На совершенно Другие мысли Другое умение Другое настроение Вот за этим Наверное я сюда и прихожу То есть Какие-то философские темы Куда они бывают Но иногда Возможно Иногда Не совсем они интересны Не совсем есть ответ В общем Это конечно Действительно Общение С людьми Которые уже стали Достаточно интересны Может даже В чем-то увести Вот Ну Вот Какой-то темы Выдвинуть не могу пока Уж извините Поддержать могу Все что угодно Выдвигать бы не хотелось Настроение Последние недели Не очень хорошее Связано все больше с ростом Ну с мамой Которая В таком печальном Одручающем Положении находится Вот И вот Поддержка ее По здоровью По здоровью По здоровью Тоже как следствие То есть вот у нас потеря была Не так давно У меня папа умер Вот И если я допустим первое время Царство Небесное Да Царство Небесное Пыталась как-то ее поддержать Как-то ее развлечь И Сама об этом Старалась не думать То Сейчас Прошло больше месяца И У меня Какая-то такая Ну только сейчас Приходит осознание Вообще всего Что произошло И я только сейчас Она уже как-то пытается Со мной эту тему Не поднимать Хотя раньше Она вот Я прихожу домой А все время только Ну говори Как же я буду жить Вот эти все темы Я постоянно Думала Наша семья Я же не могу Все время в это погружаться Мы же не можем вдвоем Сидеть и плакать Я постоянно пыталась Все переключить А сейчас У меня просто Пришел вот этот ужас Осознание всего И я думаю Господи Как же вообще мы будем жить Как же ей вообще жить И я вообще вот Просто как бы Ой Ну в общем Я пришла отвлечься А мы вместо этого Да Давай Виша Ну потери прискручиваем Это всегда Надолго Да Это темно Самое интересное Это вот Сила отношений Которые бывают Сильными Я например Как-то удивлен Статистикой Холостяков И меня Эта Статистика Занимает Как вопрос Требующий Ответа И Я даже вопрос-то не могу поставить Не говоря уже об ответе Хотя Я несколько раз пробовал Вот Меня почему-то Окружают Творческие люди Которые Ну может быть В большей степени Холостяки Ну вот И тем не менее Задать этот вопрос Вот так вот В лоб Какого черта Ну вот Допустим Мужчину Спросить Ну Женщину Всяких А он Себе Какого-то Ну Язык Поворачивается А Топытов Нет Ответа Ни малейшего Нет Оно Было бы Интересно Сам Я Как Человек Имеющий Отношение К литературе Пришел К Мысли Написать Что-то такое Напоминающее собой По теме Жена Как Допустим Жена Это не первая жена Жена Это не вторая жена Это вот Третья жена Которая уже Имела шансы Остаться женой Это вот Я Я И так Получилось Что То есть Та же нас Который Как бы сказать Ничего И не было Ну Одна Допустим оказалась Меряха Ну Какой разговор Тут Сюжета нет Меряха Вторая шлюха Ну тоже Сюжет Так это трилогия целая Сюжет начинается С той Жены Которая Собственно Делает То есть Хозяйка Дуреха Ну Хохлушка Вот так вот Это сюжет Многоступенчатый И Таким образом Годится Да Для литературы Да и вообще Для рассказов Да Да Себе Даже себе Пожить И то Интересно Да И В этом смысле Жизнь бывает Гладкая То есть Когда люди Слабо Контачат С друг с другом Ну то есть Ровные отношения Муж ушел на работу Жена осталась Пришел Устал Поел И так далее А Бывают Сложные отношения Например Кто-то Ну если Не загулял То по крайней мере Влюбился Ну то есть Какие-то отношения Пускай дружественные Но за спиной Кого-то И Это Дает Переживание Внутрисемейные Переживания Которые Чреваты Зрелостью То есть Оказывается Тот человек С которым Ты жил Которого Ты называл Женой Или там Женщиной В общем Понятно Женщина А Оказывается Страшное дело Что она Оказывается Человек Да Этого я как раз Не мог ожидать Ну не признать их Самых фантастичных Человек Ну это случилось И Вот собственно И наверное С третьего раза Ты понял Нет Это Статистика Богаче Богаче С третьего Богаче С третьего Тут Пахнет сотни Наверное Да Вот это Я вижу темы Почему я тут Взялся Можно сказать Впервые Приоткрыть Ну потому что Общество у нас Как правило Еще не только С языком Но и с ушами Ну и Таким образом Имеет смысл Попробовать Озвучить То что Комплица В мудрях Правильно Спасибо Седочка Как правило Когда Уходит Человек Близкий Человек Дорогой Тебе Человек Мы оплакиваем Не Не Потери Этого Человека Самих Да Если ты в этом Разберешься Ну если ты подумаешь Об этом Серьезно Внимательно Рассмотришь Что у тебя происходит Тебе станет легче Тебе станет легче Поверь Если ты попробуешь Почувствовать Кто оплакивает Ну Кто та личность Которая оплакивает Ну Потерю Вот если ты внимательно В себя Заглянешь Заглянешь Ты Обнаружишь Что Оплакивать то некому Этой личности Не существует Это Фантом Который Создан У тебя в мозгу Что Реальности Он не имеет Понимаешь Ни материальной реальности Никакой Понимаешь Что это Вымышленный герой Из твоей Из твоей жизни Который Играет Определенную роль Понимаешь И он не Нереальный Понимаешь А если он не реальный То и некому оплакивать Вот если ты Погрубше Заглянешь Вернее Внимательнее В себя Заглянешь Вот в свои мысли В свои рассуждения В свои чувства Ты Я думаю Что ты Нащупаешь Вот тот Момент Когда Сюда Произведут И зайдет Конформация Когда ты поймешь Что Некому оплакивать Нет того Кто оплакивает Понимаешь Попробуй Попробуй Порассуждать Сама с собой На эту тему Понимаешь Я не знаю Как Уйдет ли боль Уйдет ли Чувства Утраты Но Облегчение Ты почувствуешь Я почему тебе говорю Потому что я Я Стараюсь Основываться Только на своих Переживаниях Которые у меня Были Допустим Мне стало легче Когда я Вот так Таким образом Попытался Разобраться В себе Почему Почему Я Который Как бы Думает О том Что Место В котором Мы Находимся Не самое Лучшее Для Так сказать Для Существования Что Есть Места Которых Которых Мы Не знаем То есть Когда люди Говорят о Путустороннем мире Якобы Который Существует Не существует Но Многие Говорят Что Место Это Земля Она Не самая Благоприятная Для того Она Благоприятная Для роста Для Какого-то Движения Вперед В духовности Я не знаю К чему еще Вот Но Мир Он Не 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 состоит Только из этой Вот материальной Плоти Нашего Тела Нашего Ума Есть нечто Что Я так думаю Что оно Как бы Не меняется Нечто Вечное Подобрался К любимой теме Да Миша Это больной Мой вопрос Понимаешь Это Как бы Цель моего Поиска Это даже Мозоль Да Больше Мозоль Я Не знаю Кто тебя может Тешить Лучше Чем ты сама Но Вот о чем Я хотел сказать Не нужно будет никаких Главное Что Ты уговорил ее Да Она почти Я вижу Как она тебя послушала Главное Что не цепляйся За какие-то идеи Ну За то что тебе говорили О чем ты читала Отбрось это все Отбрось Потому что Согласна Ты имеешь Совершенность Даже то что ты здесь услышала Можешь отбросить Да Просто если честно На этой неделе Произошла удивительная вещь Да То есть вот не хочу Очень подробно Но вот по поводу того Что мне говорили И с чем я всю жизнь жила То есть у меня мама всю жизнь мне Я даже не скажу что прививала А очень жестко навязывала Определенные идеи Да Что вот Должно быть в жизни вот так Вот так Вот так И она все время в качестве применения Считала себя Мне вот так Вот так И для меня Вот я все же всё тянула У меня не получалось сделать так Как вот она мне Вот эту программу затувал И у меня не получалось ее исполнять Ну конкретно Сначала картошку почистить Потом и парить Не хочу конкретно Не хочу конкретно Добойте Девочка должна быть вот такая, а я не такая. Вот я вот стараюсь, очень хочу для мамы там, да? Вот она сказала, что надо вот так, да. И для меня все остальное, все остальное вышло за рамки, все остальные плохие. А она так вот так, а у меня не включается вот так. И у меня в своей жизни чувство вины перед мамой, перед собой, что я плохая, я не такая, я не такая девочка, должно быть. Вот это все, да? Вот это все я тащила с собой от 13-15 лет. И сейчас, представляете, у меня мы, значит, празднуем Рождество, и мы с мамой вот в какой-то беседе, и она мне говорит случайно, что она в своей жизни сделала то-то и то-то, что вообще противоречит вот этому тому, что вот, что надо, как надо. Представляете, у меня мир просто, да, просто остальное, я ушла из дома в ужасе. Я думаю, это же как, она же мне просто, ну вот, я не могу сказать, что разрушилась жизнь, да? Но она мне так сильно ее, ну не знаю, подразбила, да? Да, потому что какие-то мои поступки, которые я делала, я потом себя просто разрушала. Я винила себя, винила тех людей, которые были в этой ситуации, и их начинала разрушать, эти люди, что вот я спилась и не так сделала, как мама мне задавала программу, да? И тут вдруг я узнаю, что она, скорее всего, просто хотела от меня это видеть. Ну вот, да, вот. Может быть, она себя так хотела, может быть, меня, это не важно. Но вот я всю жизнь прожила с этой неправдой. И я прям четко поняла то, о чем я говорю. Многие до конца жизни с этим живут, получ Catherine. Там многие до конца жизни с этим живут. Да, 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 я вот, я вот, я днем ушла, мне было прямо очень плохо, я ходила-ходила. А ты может ей быть ей благодарна, что она тебе сказала? Да, вечером я прихожу домой, мама рытает. Вообще, у нее, ну, теперь она себя считает виноватой. Ты меня прости, все прочее, я смотрю, я у нее давление подверло, все. И я ей говорю, мам, я говорю, ты не знаешь, как мне стало легче, пусть вот только сейчас, да, после 35 лет, но мне так легче стало, я теперь вот, у меня вот этот вот жуткий какой-то комплекс, вот это все, оно отпало. Это надо описать, это надо рассказ, потому что, потому что надо готовиться к этому рассказу, он хороший. Ну, я не очень хочу, что это сильно подобно. Эта тема вообще новая. Сама жизнь, это подготовка к рассказу, написание его. Да, ну, а то, что действительно то, что нам говорят, это вообще не правда и не истинно, и действительно надо своей интуиции какой-то, ну, придерживаться, чувствовать, как ты считаешь правильно, и вообще не оглядываться на то, что кто-то говорит, кто-то осудит, кто-то считает иначе, вот как ты считаешь, так и делать, вот. Ну, любая французская биография начинается с того, что родители верили сыну, где станутся адвокатом или врачом. Да. А он оказался, ну, писателем. Да, или художником. И еще хуже художником. Да. Или футболистом. Так что это, да. Ну, тема-то ведь, смотрите, русская. Что делать? Ну, хорошо, давайте мы пойдем немножко, да. Секундочку, вот маленькую перемарочку, да. Ну, мне кажется, просто надо позволить людям тоже совершать ошибки, что в жизни все не бывает не идеального. Нельзя развешать, они сами сделали. Ну, позволить себе принимать то, что люди совершают ошибки, да, иногда поступают негативно. Это нормальное явление в жизни, мне кажется, и все. Ну, так вот. Ну, и, конечно, вот. И маме в том числе. Мама тоже имеет право совершать ошибки, имеет право быть не идеальными. Однозначно. Я точно так же сказала, говорю, мама, ты не переживай, никто не знает, как быть родителями, никто не знает, как, да, как правильно воспитывать своих детей. Я говорю, вот, ну, тоже попыталась ее утешить. Просто для меня это тоже вывод на будущее в том, чтобы я на своего ребенка не накладывала вот этих клише, да, чтобы я вот не навязывала ему вот эти свои мысли, как должно быть, что вот ты должен здесь вот таким быть, а здесь вот таким вот быть. Нет, постараться как-то этого не делать и просто принимать его. Потом и себе позволить тоже иногда ошибаться. Ну, а я против. Мне кажется, надо навязывать. Мне кажется, нужно шлифовать в человеке. И если даже он будет умнее, чем ваш уровень шлифовки, ну, хорошо. А ведь может оказаться, что он просто не дотянет. Просто не дотянет. И самое лучшее в его жизни, это будет то, что в то место, которое мы занимались шлифованием. Может так оказаться, что это конек, на котором она всю жизнь будет или вот там. Так же? Поэтому идеал на трону не просто не создан, чтобы его втуливать. Беда только в том, что сменение к идеалу всегда приводит к большим разочарованиям и к большой внутренней трагедии. Человек настолько разочаровывается в себе самом, потому что, как правило, любой идеал, любой кто-то, кого-то и поставил на пьедестал, если ты не совпадаешь с этим образом или с этой идеей, оно тебя начинает разрушать. Оно начинает разрушать. И самое страшное, что происходит, это происходит вот эта трата энергии, которая должна свободно в тебе течь. Любое несовпадение с образом или с идеей вызывает в тебе короткое замыкание энергетическое. Да, здравствует короткое замыкание. И у тебя такой дрейн энергии происходит, она просто уходит в землю, опустошает. Отсюда депрессии, отсюда у тинейджеров попытки, склонности к самоубийству. Отсюда все проблемы у взрослого человека, когда он ставит, как казалось бы, хорошая мысль, это, значит, поставить цель и четко, или поставить... Ну, цель, цель. Да, я уже начал, хочу, наверное, захотел отвлечься. Нет, значит, цель, это цель. Вообще, у меня такое чувство, что в природе цели не существует, ее нет как таковой. То люди говорят, что вот мы должны прогрессировать, мы должны к чему-то стремиться, мы должны там ставить цель и добиваться этой цели, иначе наша жизнь теряет всякий смысл. Смысл жизни не в этом, не в целях, а в самой жизни, в самом этом движении, в самом этом желании плыть вместе с этим... В суете смысл. Не в суете. И в суете тоже смысл. И в суете тоже смысл. Смысл есть во всем, и его нет ни в чем, если уже так по-философски сказать. Понимаешь? С одной стороны, его нет вообще ни в чем, в нашем существе нет никакого смысла. А с другой стороны, очень глубокий смысл, потому что мы приобретаем определенный опыт. Только опыт ценен. Все остальное, все остальное не имеет никакого, никакой ценности. Опыт после смерти остается? Я думаю, что да. Потому что это генетически закладывается в... Мы, я свято верю в идею реинкарнации, что мы приходим не один раз, не два раза. И, ну, мне хотелось бы верить в это. Потому что как-то так получается, что вот той информацией, которую я слышу из научных кругов, из духовных каких-то, из каких-то духовных практик, что все-таки продолжение жизни, в смысле вот эта цепочка продолжается, и она не закалима, было бы как-то странно, чтобы... Ну вот, все в природе. Было дерево, семя, опять новое дерево. Все возобновляется. Мы ничего нового не придумываем. Ты живешь, живешь, и вдруг находишь в себе то, с чем не сталкивался. Уже можно считать, жизнь прожита. А ты еще не столкнулся с наложенным в тебя, потенциал. Сложенным в тебя, какими-то способностями, вкусами. Вот, ты сюда реинкарнация или как? Нет. Я не знаю, куда я. Ну, 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 что, например? Надо зеркалить, что она есть. Что это будет? Я не знаю. Я честно говорю, я не знаю. Ты не знаешь. Да. Ты же господинский. Но, да, но вот по тому, потому что я вижу вокруг, я вот, у меня есть такое чувство, что это существует. Потому что в природе энергия, она все время... А можно вопрос тогда по поводу реинкарнации? Такое бывает, что человек живет, живет в теле человека, а реинкарнирует в теле, допустим, коровы? Я не думаю. Я не думаю лишь потому... Многие вот духовные учителя пугают людей, что вот ты, если ты и себя пробуешь... И тебя скушают. Тут есть такая некоторая теория, я не знаю, некоторые знакомые, что вот определенная тут есть такая штука. Это вы говорили, зачем смысл как бы в жизни, что есть не... Смысл он-то есть, и вот как на вы, на ты как? На ты. Да, то есть на ты просит. Да. Это как бы все это сейчас бы сформулировать правильно. Дело в том, что есть определенный цикл перехода, вот я так предполагаю. Ну как, это тоже, блин, все сходится. То есть ты не постоянно реинкарнируешь, а ты проходишь этапы реинкарнирования. Вот. Есть из чего ты появляешься, есть куда ты идешь. Вот. Но нам этого не понять, потому что это делают сущности, которые не имеют физических тел. Мне кажется, это тоже абсолютно верно. Ну то есть потому, что кто-то ведь это все придумал, это не мог придумать какой-то человек или какое-то создание, которое имеет физическую плоть. Это какой-то дух придумал, это по-любому. Тут просто по-другому никак не сказать. Вот. И дело в чем, что суть процесса вообще жизни, это вот эти вот сущности, они должны подпитываться теми энергиями, которые мы выделяем. Вот в чем смысл жизни. То есть нам смысл жизни не просто пройти эту жизнь, а у них смысл жизни оставить нас в движении. Вот. Потому что они получали эту подпитку. Вот. Вот если не будет нас, либо не будет их, они, тогда что-то, например, другое будут придумывать. Вот какая-то вот такая, мне кажется, моя завязка. Ты знаешь, ты звучишь так, как будто вот есть такая идея, что мы, как сказать, в этой футчейн, в этой пищевой цепочке, не, так сказать, не первое звено. Ну да. Мы, мы, то есть есть еще что-то, что подпитывается нами. В принципе, эта идея такая очень распространенная и удобоваримая для мозга. Вот, но... Есть еще глисты. Да. Мы относимся к паразитам. Нет, не мы. Они нами питаются. Масса и деньги. Но я из чего все это взял? Потому что, опять же, мы... Все вот это вот... Вот программирование тоже очень близко к жизни. Там очень много ответов, если копнуть поглубже. Там есть единица и ноль. Все логическое. Как мы в тот раз говорили, нету середины. Середина, если как-то думает, кто-то колеблется. Я понимаю, что трудно принять выбор даже вот, ну, блин, когда, блин, тебя это касается. Но, блин, это ошибочный вариант. Либо ты делаешь так, либо ты делаешь так. А если ты делаешь что-то, пытаешься или что-то придумать, додумать, это, как правило, все рушится. Вот. Ну, либо, блин, там, в каком-то подсознании ты идешь. И, вот, опять же, мы живем и проходим какие-то этапы. Проходим, 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 проходим. Как только ты перестаешь проходить этапы, опускаешь руки, как правильно сказано, тебя начинают пытаться убрать или не пытаться убрать. А тебе сначала показывают, что тебя могут убрать, а потом тебя убирают, если ты не соответствуешь программе. Вот. И также, то есть, есть дух, есть душа. Вот. И потом там превращается еще во что-то. Потому что тоже ты проходишь этапы, 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 если ты их правильно проходишь, ты попадаешь куда-то туда, вообще, в непонятное измерение, до которого, блин, еще неизвестно, где там, что там и как там вообще. То есть, вот этот вот процесс из духа в душу, вот, душа проходит реинкарнацию, если она все это, все это ты правильно делаешь, то ты уходишь куда-то непонятно куда там дальше. Вот у тебя астральные тела. Кто определяет, правильно ты делаешь или нет? А вот это вот, блин, то есть, это можно так до бесконечности, то есть, как можно понять, что у космоса нет конца. Ну, как такое может быть, что нет конца? От этого можно оттолкнуться, что есть не только конец, а есть несколько измерений, есть десятки, сотни, тысяч измерений, которые мы просто не в силах физическим, человеческим умом понять, потому что нам это просто не дано. Это нужно, чтобы это понимать, это нужно, вот, как минимум, стать йогом, выйти попробовать, и там уже в чем-то разбираться, смотреть, как это все происходит. Секунду, да. Ну, и мы дальше продолжаем по кругу. Ты уже сказал? Нет, так это же суть. Вовсе суть в чем? И теперь твоя очередь говорить. Нет, как правило, на себе это говорить особо нечего. Я боюсь о себе говорить. Ты столько уже сказал, и говоришь, нечего говорить. Нет, ну, это какая-то определенная тема, которую надо развивать. Ну, а о чем хотел поговорить сегодня? Да ни о чем, мы слушаем, да. Вот это добавляем. Так, больше молчишь, конечно, ну, хорошо, ладно. Ну, говорю складно. Так, я говорю, как есть, как это складывается, все на самом деле. Как ты понимаешь? Да, это как я придумал. Ну, тогда мы идем дальше, хорошо? Просто мы как-то... Скажи, как тебе отличается? Дима. А, да, кстати. Дима или Дмитрий, как лучше? Как угодно. Дима. Димон. 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 Это уже написано. Ну, да. Цезурно. Ирина, как тебя зовут, это хоть? И опять меня зовут Ирина. Дима. 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 Дима.